Ровно две недели назад состоялись публичные слушания по проекту бюджета, в ходе которых с ним ознакомилась общественность. Жители района большинством голосов одобрили главный финансовый документ. Первые за много лет он сформирован, исходя из реализации муниципальных программ. Но само заседание Думы, начавшееся довольно спокойно, продолжилось перепалкой участников. Вы же не хотите вникать в эти нюансы. Вы хотите, чтобы дать. А куда они идут, кто их отбойт, куда заберет, вас это не интересует. Мы сформулировали, я стал мне голосовать. То есть на предложение Магрия Ивановича прошу голосовать. Во-первых, Александр Александрович, я прошу извиниться передо мной, потому что вы сейчас меня обвинили в том, чего не должны были делать. Это первый пункт. А дальше нам должен в наших здоровья. Я не понимаю, почему вы сейчас меня упрекаете. Свои извинения в данном предназначении не буду, когда вы мне сможете объяснить, в чем я перед вами провинялся. Цель БОР возник из-за вопроса по отмене добровольных родительских пожертвований в детсадах и школах. Дело в том, что районный бюджет на будущий год уже запланировал 20 миллионов рублей на содержание образовательных и дошкольных утверждений. А депутат потребовал еще 35. Правда, откуда их взять, не сказал. Но один против 13 не воин. И депутаты большинства голосов приняли главный финансовый документ на следующий год. А потом внесли изменения в бюджет еще текущего, 2014-го. Кроме того, району удалось сэкономить на обучении госслужащих и еще некоторых статьях, а также выделить более полутора миллионов. рублей отделу по физической культуре и спорту администрации ОМОН. Так, 300 тысяч из этой суммы пойдут на организацию катка возле бассейна «Ангара», который вскоре появится там на месте бывшей автостоянки. Ольга Дерибирова, Владимир Селиванов, Местное время.